Всем привет! С вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня хочу вам рассказать немножко о мульче. Мульчирую я всем, чем придется, особенно сейчас, пока еще трава не поднялась, да? Скашивать нечего, листьев нету. Ну, можно, конечно, в лесу что-то пособирать, какой-то хвойный опад или еще что-то. Но некогда этим заниматься. Ну вот, что хотела еще рассказать. Вот сейчас я вырвала остатки редиски и лука. Кстати, у кого не растет редиска в теплице и уходит в стрелку, в дудку, выбирайте голландские сорта. Редиска сортов типа французский завтрак, 18 дней, там еще что-то. Не у всех получается в условиях теплицы. Потому что тоже теплицы разные, условия разные. В общем, берите голландские, типа Селеста, Тарзан, Глориет. Ну, потому что там много их сортов, вот именно голландских. Я сажаю Селесту, все хорошо вырастает, нормально. Вот я последнюю сегодня у нас, 4 июня 2021 года, все, последнюю редиску убрала. Лук убрала. И вот землю я не перекапываю. Вот там тоже я землю не перекапывала. Некоторые говорят, что вот эти сорняки, которые остаются, да, вот просто я содрала их сверху, что они якобы прорастают. Я здесь плоскорезом еще порыхлю, подрублю немножко корни. Все, копать не буду. Досажу здесь еще арбузы. Еще арбузы у меня есть. Здесь тоже вот арбузы и помидоры. Все очень жарко, земля достаточно прогрелась, можно мульчировать. На первый взгляд вот так страшненько все выглядит. Картон я собрала из витков винограда. Вообще это надо было раньше сделать, убрать этот картон, чтобы земля прогревалась. Но вот все руки не доходили. Сейчас уже все подпирает, надо все быстро делать. Я вот так этот картон переложила на землю, там где не будет ничего расти. Вот перчики, да, помидорчики, арбузики. Вот так картоном все вот позорненько так застелила. И дальше вот все, что есть, вот то, что я покупала измельчитель, да, измельчала ветки. И вот так вот все засыпаю. И потом это смотрится все красиво, то есть картона этого не видно. Картон будет, ну, сорняки отсекать, играть роль мульчи. Очень любят дождевые червячки поедать. В общем, от него ничего не останется к концу сезона. Мульчу я буду подсыпать по мере надобности. Ну, вот, я думаю, что вот такая мульча будет долго, долгоиграющая, как бы. Посмотрим, первый раз я такое делаю. Вообще, картоном не первый раз. У меня был картон и листья, был картон и трава. Ну, то есть, самый дешевый материал это вот поехать в магазин, набрать картон и вот расстелить. И присыпать. Картон еще что, играет какую роль? Не сильно большой слой можно сыпать мульчи, потому что сорняки, если будут какие-то подниматься через картон, сложно им пробраться. И вот потом все становится вот так вот красивенько. Даже не видно, что здесь вот такое было безобразие. И все, не будет ничего гореть. Влага будет сохраняться, сорняков будет гораздо меньше или совсем не будет сорняков. Червячкам будет что кушать, бактериям будет что тоже кушать. В общем, они будут делать свою работу, кушать, выделять тепло, выделять удобрения. В общем, делать свою работу. Землю я не копаю. То есть, вот я воткнула. Здесь вот так же, как там я редиску вырвала, вот так же здесь прорыхлила, посадила. Все, нет никаких сорняков, пока что ничего не поднимается. Ну и не поднимется, потому что я сейчас вот все это так сделаю, сорняков не будет. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok